Ооо! Ооо! Прогоняйте! Откуда я? Откуда я? Возьми! Возьми! В этом году критики театральной весны отправились в долгосрочное турне по городам Красноярского края, которое закончится только 20 февраля. Начали они с Красноярска и уже успели поработать в Каннске. Сначала эксперты познакомились со спектаклем «Подходцев» и двое других. Эта постановка создавалась на театральной лаборатории и была ожидаемой премьерой. Яркие характеры, неожиданные повороты сюжета, комические ситуации. Но вместе с радостью мы чувствуем и тихие ноты грусти. На сцене много молодых актеров. Каннский театр – это очень молодой театр. Но вот картина всегда, конечно, не объективная. Ты видишь какой-то маленький слепок. В Норильске мы были в театре. Действительно, тоже есть такое ощущение, что много дебютов доверяют директора. Главный режиссер. Вот только прибывшим артистом, поступившим новым каким-то кадром из Красноярска, из других городов. Это интересно, конечно. Это всегда риск. Но с другой стороны, это такой риск оправданный. Следующей в списке претендентов на участие в театральной весне стала работа Александра Бархара «Спасибо у индикте». Необычная история для маленького зрителя ориентирована именно на его восприятие и фантазию. Она скромна в части декораций, зато полна множеством глубоких смыслов. Последнее время все чаще в Каннске ставят именно такие нестандартные спектакли. Исходя, например, из последнего спектакля, который мы пока в Каннске посмотрели детского, значит, по Креди Камилу, здесь мне гораздо важнее даже тех смыслов, тех способов актерской игры, мне гораздо важнее взаимопонимание актерское на площадке, их ансамблевость, их умение друг друга слышать. Вот это гораздо более важная вещь теми, которыми обогащается критик в том числе. «Последние критики отсмотрели страшную сказку Головлёвой. Именно эта история, по мнению многих зрителей, могла бы произвести фурор. Ведь она выворачивает наизнанку, полностью ломая четвёртую стену». «А спектакли, что спектакли? Сегодня покажут один, завтра другой, через полгода третий. Лишь бы была энергия театра, а она сегодня здесь, в Каннске, присутствует». То, какой спектакль попадёт в шорт-лист театральной весны, критики оставили в секрете. За весу тайны они приоткроют ближе к фестивалю, который состоится в Красноярске с 16 по 27 марта и завершится в день театра. Татьяна Сандул, Александр Минеев, телекомпания «Каннск», 5 канал.